CSGO.net.in. Скины CSGO по низким ценам. Всем привет! Предлагаю сейчас вместе с вами посмотреть на скин моховый кварц для эксклюзивного оружия спецназов CSGO M4A1, которое к тому же ещё и является одним из самых популярных оружий. Но сперва где-то этот скин нужно купить, как вариант, конечно, на официальной торговой площадке самого Steam'а. Но зачастую цены там самые высокие, хотя это и самый надёжный способ заполучить приглянувшийся скин. При желании же сэкономить, можно присмотреться к разным торговым площадкам, как, например, Market CSGO, где этот же скин в состоянии поношенное стоит порядка полторы тысячи рублей, что всё ещё не маленькая сумма. А потому для максимальной экономии можно воспользоваться сайтом CSGO.net, где этот же скин в таком же состоянии уже стоит 415 рублей. Но и достигается такая цена тем, что сайт работает по принципу увеличения вероятности выпадения выбранного скина. То есть он может выпасть не с первого раза, и тут уже всё зависит от вашей удачи, но главное не сдаваться. И дабы продемонстрировать, как это работает, я куплю этот скин трижды, для чего мне должно хватить 1250 рублей, которыми нужно пополнить баланс на сайте. Что, кстати, можно сделать любым удобным способом, от стандартных карт, включая карты Мир, и заканчивая Киви с криптовалютой. Принцип на самом деле не отличается от оплаты в любом другом месте в интернете. Просто вводим данные карты, которые просят на сайт, и жмём оплатить. Ну а если вы не хотите оставлять сведения о своей основной карте, сейчас в любом онлайн-банке можно спокойно открыть интернет-карту, как раз для таких покупок и ни о чём не переживать. Так что жму оплатить, и средства зачисляются на мой аккаунт. Затем проверяю, чтобы состояние было поношенное, и жму купить. Оплачиваю. И с первого раза выпал скин Nightmare, не тот, который я выбирал, однако по цене всё равно дороже, чем я заплатил. Даже самый дешёвый вариант в Стиме начинается от 550 рублей. Так что куплю ещё раз. Оплачиваю. И вот на второй раз уже выпал скин Mohovery Quartz, который себе на аккаунт Стима можно отправить в личном кабинете. Главное, не забудьте правильно указать трейд-ссылку. Ну и так как у меня ещё остались деньги на балансе, куплю ещё раз. Оплачиваю. И на третий раз выпал ещё один скин для Эмки, который снова не тот, который я выбирал. Однако стоит он уже гораздо дешевле, да и внешне мне очень понравился. Так что пишите в комментариях, если хотите и на него обзор. Так что, как вы сами могли заметить, скины выпадают разные. И кому-то выбранный скин может выпасть с первого раза, кому-то как мне со второго или даже, возможно, с третьего. Но в любом случае без интересного скина вы не останетесь. Ну а я по итогу потратил 1200 рублей, сколько и стоит скин Mohovery Quartz на торговой площадке Стима. Но на сайте CSGO.net в дополнение получил ещё два не менее интересных и стоящих скина. А потому ссылку на сайт, если хотите, также оставлю в описании. Ну и пора посмотреть, что же это за такой скин, ради которого мы здесь собрались. Добавлен в игру, он был в ноябре 2019 года в составе коллекции Север, которая вышла одновременно с началом операции Расколотая сеть. И что интересно, на старте практически ничего не стоил, то есть его можно было купить буквально за 10 рублей. Но так как он не сыскал большой популярности у игроков, и сейчас в игре встречается крайне редко, а потому и цена на него возросла многократно, и судя по графику, постепенно оно стабильно растёт уже несколько лет. Так что в принципе можно оставить его у себя и посмотреть, насколько изменится цена в будущем. Что касаемо дизайна, выполнен он в монотонно-болотном цвете, а если быть более точным, в тёмно-зелёном окрасе, с явными геометрическими линиями, которые чисто в теории должны символизировать мох, но лично мне напомнили скорее паутину. Раскрывается же этот скин при поношенном использовании, когда видны сколы краски, царапины, затёртости и прочее, что делает его крайне брутальным. Хотя флуат имеет градацию всего лишь до 50%, что на самом деле не так уж и много. Однако даже в состоянии завода скины уже идут с небольшими потертостями, за счёт чего и вызывает ощущение настоящей боевой винтовки. Особенно, если её ещё и украсить разными трофейными наклейками, таких же тёмных и невзрачных цветов. Притом, наверняка немногие новые игроки знают, но M4A1S не всегда была в игре. Её добавили только в 2013 году, заменив M4A4, которую всё равно ещё можно выбрать в снаряжении. К тому же, как по вашему мнению, что обозначает буква S в конце? Свои предположения можете написать в комментариях, поставив видео на паузу. Ну что, написали? Так вот, S по идее обозначает глушитель, в переводе с английского silencer, который не только делает звук тише, но и уменьшает разброс. А на этом обзор подошёл к концу. Спасибо за то, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на канал, а также ставьте лайки, чтобы новые видео выходили быстрее. Пишите в комментариях, как вам такой скин, а также предлагайте другие для обзоров. И до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok